здравствуйте уважаемые слушатели курса сегодня мы у нас 19 занятия факультатив школы 1514 по си плюс плюс и алгоритмам сегодня мы с вами изучаем структуру данных которая называется пирамида она же называется куча вот очень простая на самом деле штука и очень интересно организовано дело в том что для некоторых структур данных требуется указатель динамическое выделение памяти всякие там штуки сложно сложного характера скажем так пирамида делается на массиве для ее хранения ничего больше не требуется но есть некоторая правда на пожелание что этот массив должен быть достаточной длины для хранимых элементов значит разные структуры данных имеют разную заточенность они ориентированы на выполнение какой-то конкретной задачи оптимизированы под выполнение конкретной задач задача которая ставится перед вот этой структурой данных состоит в том чтобы всегда быть готовой всегда быть готовой вернуть либо самый большой элемент либо самый маленький тут уже как вот вы будете и строить да как сортировка по возрастанию или по убыванию да ну вот соответственно вот хотелось бы начать не столько с пирамиды а с уже известной простой структуры данных вот мы отсортировали массив да есть некоторый набор данных да есть некоторый набор данных мы накапливаем 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 данные и вот представьте себе что периодически вам прилетает какое-то число и вы должны ответить вернуть и самое главное вернуть максимальное значение в тот момент как только вас о нем попросили представьте себе да то есть в этом смысле что нужна динамическая структура данных изменяющаяся в которую мы не только кладем элементы но и удаляем из нее до массив в принципе может представлять о себе нечто подобное то можно запихивать элементы добывать оттуда элементы да и так давайте поставим задачу и от этого у нас потом и расскажется что такое по сути пирамида задача да значит первое это а у добавлять в структуру данных элементов это понятно добавлять новые а уметь во-первых быстро мгновенно быстро вернуть максимальное или минимальное значение ну давайте моя куча будет построена по принципу на поиск например максимального значения хотя часто наоборот если я сделаю по максимуму поиск вернуть максимальное значение то тогда если я буду использовать пирамиду для сортировки пирамидальной то у меня будет сортировка по убыванию вот так что тут есть некоторая тонкость может быть стоит минимум вот но мне хочется сейчас сопоставить с одной очень простой штучкой поэтому я хотел бы наверное максим пусть у меня будет вот задача быстро максимально быстро вынуть максимум из сохраненных данных из сохраненных элементов и самое главное да чтоб и еще и удалить его да то есть и его еще и удалить уметь удалять его на из этой структуры ну соответственно из этой кучи пирамиды понятно так вот фишка в том что оказывается что после того как вы вернули максимальные сохраненных элементов да ну вы вам нужно добавить вам нужно снова будет быстро вернуть максимальный элемент до казалось бы никакая особенная структура данных нам не нужна ну предположим что мне дали некоторое количество элементов да и их давали мне я их запихивал в массив я массив обозначу как условно такой список в квадратных скобках один два семь двадцать три сорок восемь шестьдесят один шестьдесят два семьдесят три восемьдесят пять сто семь достаточно я их вот к некоторому момент это просто массив никакой пирамиды никакой кучи да почему то есть первый вопрос который хотелось бы задать да а почему не массив да почему не подойдет отсортированный массив до вот почему не годится дело в том что в массиве да ну там с какое-то количество еще зарезервированных данных ну то есть там на самом деле там запятая 0 0 0 и у меня есть переменная которая отслеживает положение слушайте вектор вектор готовый динамический массив еще и с добором нужного количества значений по вот ну короче вектор меня устроит да отсортирован и я всегда могу быстро вернуть значение меня спрашивают какой максимальный элемент и я раз говорю сто семь да и соответственно раз его вычеркнул оттуда и у меня ну а вычеркивание последнего элемента из массива до pop back из вектора делается за от единицы никого никуда сдвигать не надо они все в памяти по прежнему находятся в своих индексах по порядочку все нормально это если бы я удалял из начала это было бы проблемой так не нормально вот второй по максимальности пожалуйста вот с конца раз удалили на и сократился список массив нет проблем понятно кажется что нет проблем то есть смотрите оказывается что когда я удаляю элемента достаю быстро удаляю быстро но дело в том что необходимо уметь еще и быстро вставить быстро вернуть до быстро удалить его из этой кучи на и при этом еще и быстро добавить дополнительный элемент до быстро вставить новое число на то есть смотрите у меня есть структура данных и мне тут раз приходит поступает запрос надо добавить в этот список в этот на массив чек да в мою структуру данных вечно отсортированный массив до добавить число 4 а число 4 находится практически в самом начале и я осуществляю по сути один проход insert sort помните insert sort сортировка вставкой да я запихну его в конец пушбек и дальше помните этого прапорщика который берет новобранца за ухо да и пошел с ним и пока тот кто стоит слева от него до выше его меняем местами и четверка поехала сюда 473 на 462 461 до 4 48 4 23 и оказывается что количество да это быстрее чем сортировать его полностью нам вставить один элемент но скорость вот этой операции до скорость вот этой операции у меня получается пропорциональной в худшем случае количество элементов а надо понимать что то количество элементов может быть довольно большим прям ощутимо большим ну то есть у нас там уже миллион чисел накопилось да там два миллиона чисел накопилось и мы должны вставить туда и мы начинаем эту сортировку 2 миллиона действий только на то чтобы туда найти правильную позицию куда вставить а всех остальных сдвигать до понимаете в чем дело то есть удаление из от сортированного массива окей а от единицы ну то есть скорость для удаления элемента мгновенно до узнать вернуть максимальный элемент мгновенно на от единицы но мы тормозим на вставке получается некоторая несбалансированность да а ведь на самом деле вставок может оказаться довольно много и эти вставки могут оказаться очень неудачными да как раз в обратно все время идет в обратном порядке в начале большие числа потом все меньше 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 да никто еще не спрашивал никто не запрашивал какие какой там из них сейчас текущий максимально никто его не вынимал вот но уже может вот просто на самом на самой вставке тормозить ну и получается что заполнение вот такого вот такого странной структуры данных по принципу отсортированного массива она может занимать n квадрат времени ну то есть по сути она и будет сортировкой вставкой мы отдаем ему очередную нам то самое вновь еще заполните в принципе на при вот таких вот жертвах отсортированного массив будет справляться с этой задачей и его не нужно полностью пересортировать достаточно такая подсортировать по пути то есть главная сейчас проблема в том что у нас есть три операции на удалить максимум из кучи вернуть максимум да то есть его собственно указану дать это значение высказать сейчас максим максимально вот и быстро вставить новое число да тоже нужно так вот у каждого из каждой из трех этих действий есть своя какая-то асимптотика да да ну именно наихудшая сейчас да какая-то асимптотика хотелось бы чтобы возврат максимума был таким же быстро да то есть сказать кто максимальный мы должны максимально быстро сказать вот он максимум все удаление удаление из кучи это то да чем мы можем пожертвовать то есть оно было в случае отсортированного массива за от единицы вычеркнул с конца последний элемент и все вот идея состоит в том что мы иногда разрабатывая структуру данных где-то чем-то это и вот смысл в том что мы как бы сюда вот ухудшим слегка асимптотику удаления но зато улучшим асимптотику вставки понятно теперь я расскажу про то что будет происходить значит давайте пока я вопросики сюда поставлю на вставку и удаление и на вопрос а сколько же надо операций вы мне ответите когда я вам расскажу идею алгоритма а идея на самом деле очень простая есть такая игра у не особенно интеллектуальных молодцев не очень добрых которая называется царь горы царь горы в чем ее идея значит собирается некоторое количество этих самых молодцев возле горы самый натуральный гора natural у горы как вы понимаете есть вершина и они начинают осуществлять попытку подъема кто из них быстрее гора не эльбрус не эверест а гора пригорочек соответственно тот кто вылез на вершину тот и царь да вот ну естественно он может первый туда добежал да по какой-то причине да но остальные это тоже они на самом деле тоже туда стремятся на самом деле по пути туда уже могут происходить стычки да по пути туда уже могут происходить стычки потому что они плотно заполняют до пространства возле вершины и начинают друг друга спихивать да этот 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 взял спихнул вот этого потому что он сильнее да значит пытается сюда значит раз спихнул теперь этот царь горы да этот пытается спихнуть но у него не получается спихивать обратно тут раз какой-то снизу пришел спихнул этого да то есть такое месилово такое получается да лезь на вершину лезь повыше будешь царем горы ну такая тупая игра которая альтернативно одаренных людей вот короче но она поможет нам сейчас понять суть происходящего суть вот этой структуры данных представьте себе забудьте пока про массив на время забудьте про массив представьте себе что у меня организуется следующая структурка у меня есть верхняя клеточка корень дерева ну так называется у меня правда корень будет тут а листочки внизу дерево которое как бы перевернули это называется корень дерева и вот корень дерева это место царя горы да то есть у меня царь горы самый большой в данном случае он находится вот тут у него есть два как бы дочерних элемента главное правило пирамиды в том что у дерева самый большой элемент находится в его корне понятно и фишка в том что у этого элемента тоже есть левые и правые элементы иногда они есть иногда их может и не быть по некоторой причине их может и не быть но давайте сейчас рассмотрим простую ситуацию когда они там есть и опять все очень просто он в своей в своем кусочке да в своем дереве вот этот элемент самый большой и это распространяется рекуррентно или можно сказать индуктивно короче в каждом дереве если оно из себя представляет если еще есть ниже элементы то вот этот должен быть обязательно больше и вот этого и вот этого на самом деле не обязательно проверять что вот этот больше всех у нас есть правило я уже вам говорил это транзитивность называется если а больше b а b больше c то это автоматически означает в нашей математике в математике в которой мы можем сортировать массивы успешно можем запихивать элементы в кучу да вот из вот этих двух высказываний следует что а больше c на самом деле существует система где это не так такие математические объекты элементы когда это не выполняется но вот если у нас это есть то получается что элемент стоящий в корне он ему достаточно быть больше двух своих дочерних элементов чтобы он был больше вообще всех остальных элементов в куче и ну чтобы он был очень выиграл но и мы в в уху и мы и очень тривиальная задача для этого могут потребоваться указатели такая прямая работа с адресами ячеек в памяти реально указывать на другое звено вот прям именно в памяти компьютера вот это требует некоторой инфраструктуре системных вызовов возни с оперативной памятью которая может начать течь там memory leak да там segmentation fall когда вы неправильно обращайтесь с указателем короче там много неприятных технических подробностей очень много неприятных технических подробностей идея пирамиды номер два кроме того что а давайте просто у нас будет всегда вот в каждом элементе будет самый большой среди ну или или по самый маленький среди тех которые то есть этот больше от этого и вот этого кстати может так оказаться что вот этот больше чем вот этот или даже вот этот больше чем вот этот это может так оказаться в левом под дереве у меня на кучу лезут гераклы да а в правом под дереве на кучу лезут ой забыл как то вот царя звали забыл ладно а справа лезут крысы понятно здесь самая сильная крыса а здесь самый сильный геракл да может оказаться что даже самый слабый геракл он в принципе сильней и самые самые сильные крысы ладно а что я хотел вам сказать как это дело в начале как это дело будет обновляться давайте заполним это дерево какими-то числами а да надо давайте одну вещь перед этим еще скажу вот фишка в том что для организации пирамиды не требуется никаких настоящих деревьев не требуется никаких указателей никаких вообще дополнительных структур данных кроме обычного массива я сейчас беру желтый мелочек и рисую вам массив вот это это начало массива его нулевой элемент он у меня сейчас разорвется потому что нужно перейти на следующую строчку да это нулевой элемент это товарищи то продолжение я разорванно рису да это элемент первый второй элемент с индексом 1 вот это элемент с индексом 2 массив продолжается дальше это элемент с индексом 3 ну да дальше продолжается вот сюда да 3 4 5 6 дальше если куча имеет более нижние элементы да у меня массив продолжается просто дальше 7 8 ну я могу продолжить это на самом деле может быть полезным да вот здесь парочка еще элементов да тут их я уже и буду плотнее рисовать на самом деле и эти плотно находятся просто я их так рисую 8 9 10 11 12 13 14 да ну и они вот в такой вот взаимосвязи находятся друг другу а теперь смог слушайте сюда бандерлоги слушайте что скажет вам великий к массив дерево пирамида точно так же как вот в том месилове это плотно заполненное дерево она идеально сбалансировано и она все под поднято вверх вот к этому корню на к вершине этой пирамиды да понятно более того в самом низу если вдруг каких-то элементов не будет то всегда будет не хватать именно правых элементов то есть у меня даже пустот в этом массиве не будет в какой-то момент он просто чпунь и заканчивается ну я буду вместо массива пользовать динамический массив вектор готовый да на как структуру данных штук если что я пушбекал и у меня благополучно удобно когда сам вектор помнит свою длину например да теперь смотрите так это был 5 это был 6 дайте чуть поярче нарисую 5 6 значит что у меня получается ну надо какие-то числа сюда распихать давайте тоже какие-то числа по напишем там не знаю здесь давайте напишем 23 17 14 16 здесь 13 13 10 так меньше 16 и какой-нибудь 11 11 8 да так на здесь напишем кого-нибудь не знаю там 6312 никакой более сложной структуры организации кроме то требования что у элемента его дочернее должно быть меньше его это для всех только элементов да это 16 должен больше чем 11 8 14 больше чем 13 10 сейчас предположим что мне пост уже поступили на вход вот такие вот числа да где находится царь горы всегда сразу в самом начале кучи в самом начале массива то самом начале массива всегда максимальный а если мне надо будет удалить его а что если мне нужно будет добавить новое число дело в том что я не могу единственное место куда я простым способом могу добавить элемент это конец массива то есть если это вся куча представляет из себя просто массив а вот эти стрелочки которые нарисовал то некая виртуальная такая связь между элементами сейчас я про нее еще поговорю да то тогда вставка в середину массива будет приводить к уже упомянутым проблемам и так лучше не делать ну то есть я за что купил зато продал значит кучи ничуть не лучше чем от сортирована массива выкинуть нет давайте вставлять новый элемент в конец вставлять новый элемент в конец и так представим что я вставляю сюда число это число равно 7 или 87 давайте вставил новое число именно в конец пушбэк к вектору но дело в том что на этом вставка не заканчивая пришел новый добрый молодец к этой горе дайте я возьму его подошел к ней с правого бока и начал распину его поставили в самый дайте я немножко здесь все тоже сделаю что было бы похоже на пукали по элементам это двое у этого до в подчинении вот они двое которые к этому товарищу да эти двое вот сюда это иерархия вот здесь вот этот товарищ приходит до приходит и что у него тут его поставили как бы в конец да то есть вот он подошел снизу к этой горе да и он начинает он не вбок атакует он атакует вверх да ну я сильнее тебя раз и спихнул на свое место то есть он сделает своп между элементами массива на двумя конкретными он сразу будет подниматься вверх да он должен сделать вот здесь оп своп а вдруг я сильнее тебя и туда тоже оп а вдруг я сильнее тебя и может оказаться что он даже вылезет на самую вершину в нашем случае семерка она будет лезть вверх да но она правда не попадет на самую вершину до семерка она пролезет вот сюда тройка просто спускается вниз куда едется да тройка просто сейчас чем-нибудь синим что тройка вынуждена спуститься вниз она лузер сейчас было очевидно если семерка победила тройку то она по транзитивности автоматически сильнее двойки проверять это не надо то тройка ж неспроста там сидела до семерка проверяет опять своего родителя на родительскую вершину она я сильнее тебя и да действительно сильнее и поэтому шестерка спускается она в этом битве оказалась лузером на а семерка поднимается вверх опять же шестерка была больше тройки которая там стояла да а значит она больше любой вершины которая вот в более нижнем по дереву поэтому она совершенно спокойно мне не нужно никаких дополнительных битв вот здесь сделать они стоят отдыхают когда драка более-менее произошла на все поняли свои как сказать место по отношению к вышестоящим доступным непосредственно до что ты не из того кто стоит они стоят все отдыхают курят шучу курить плохо а этот товарищ лезет наверх до пытается еще пробиться говорит а ну я сильнее тебя ангар этому вот нифига ты уже не сильнее меня сиди себе и помалкивай на этом собственно вставка закончилась все вставка закончилась давайте оценим не оценим давайте назовем количество фактических операций вставить кайф конец это константа это мы можем не считать потому что мы если мы будет миллион миллион элементов на ну пушбек это фиксированное время до в конец добавили элемент все количество вот этих действий по вскарабкиваю наверх ну и третье тоже было у меня да она чему равно в данном случае три намного меньше чем у меня тут элементов сколько их было 12 я добавлял 13 элемент а я делаю три сравнения по сравнению с 12 сравнениями в insert sort прохождение попытках как сказать а ну-ка я там меньше там ну вот это вот движение такое вдоль по массиву до намного выгоднее вопрос а как это будет вести себе еще дальше вот почему но для там 13 оказалось 3 максимально причем явно максимум то есть он сюда уже либо пробрался бы либо нет но следующих сражений уже не было бы если пришло число которое является реально царем вода самым максимальным она бы забралась сейчас туда был бы просто плюс еще один своб все у деревьев есть такой числовой параметр который характеризуется называется высота дерева высотой дерева называется расстояние от вершины до самой удаленной от корня простите все эти штуки называются вершинами в графе от корня а это корень от корня до максимально удаленного из листочков поскольку пирамиды да 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 можно назвать висячая вершина или листочек короче вот корня до до максимально удаленной висячей вершины количество ребер до в случае с на пирамидой у нас это это массовое присутствие да хотя на самом деле может оказаться что этих элементов просто нет и там слева на у меня может быть одна вершину тогда высота пирамиды как катя асимптотически до 1 добавление элемента то количество ребер 1 2 3 все вот она вот она вставка а как зависит высота вот такой вот вот такого двоичного дерева называется двоичным потому что у нас ровно две не более чем две дочерние вершины ноль тоже ведь может быть может быть ноль дочерних вершин или как он была только что была одна дочерняя 0 1 тоже может быть бинарное дерево которого не больше двух дочерних вершину каждой вершины так вот еще раз как оценить количество элементов и высоту как и друг другом сравнить какое максимальное количество элементов вот в таком сбалансированном плотном дереве до которого высоты аж сколько-то максимальный элемент можно впихнуть если дерево имеет высоту сами это большой вопрос что считать высотой если у меня 1 один элемент в дереве то какая высота у него 0 или 1 в разных алгоритмах бывает по-разному потому что ну а у меня реальную структуру данных возможная ситуация что даже вот здесь никого нет просто пустого гора пустая никто не пришел пока первое придет скажите отца куча может быть пустой пирамида может быть пустой еще раз осмыслите до количество действий для вставки элемента равно высоте в наихудшем случае речь высоте двоичного дерева но с точки зрения массива нам если рассматривать это массив из n элементов вектор из n элементов какое что это за число как его оценить я понимаю что вы в восьмом классе но уже можете прикинуть вы уже глазами считать умеете на первом уровне ну или на нулевом уровне один или на втором уровне два элемента на третьем уровне четыре элемента но нам их надо правда просуммировать но дело в том что когда я суммирую степени двойки в двоичной системе исчисления то это вот такое сложение забавно я в двоичной системе исчисления сейчас все это пишу да если все это просуммирую получится число мерсена да а число мерсена это что такое если я прибавлю к нему единичку это сейчас не принципиально то это собственно степень двойки только на одну больше чем высота то есть получается что в дерево высоты аж ну правда тут с оговоркой что я высотой сейчас считаю количество ребер а не количество уровней а может быть стоило бы для данной структуры данных начинать от нуля да то есть это считать высота 4 но четыре уровня раз два три четыре и тогда бы я сказал что у меня соответственно понятно что в десятичное число равно 16 на самом деле у меня 15 да то есть нет как бы не до 16 без единички да то есть количество элементов максимальное количество элементов которое поместится в пирамиду равно 2 в степени h плюс 1 ну за вычетом единички но это если честно не принципиально вообще да с другой стороны пирамида плотно упакованная пирамида у нас пирамида всегда вот она плотно упакована слева направо в ней нет если рассматривать ее на нее получается еще раз смотрите пирамида имеет как бы два способа взгляда на нее первый способ смотреть на пирамиду это тупо массив тупо массив и все а второй взгляд это взгляд как на двоичное дерево в котором есть иерархи так вот как массив она всегда плотно упакована к своему началу фактически это будет означать вот эту плотную упаковку к вершин к и к ее на как к вершине горы в смысле да к корню двоичного дерева вот вот она вот она логика да минимальная в случае вот этой плотной упаковки она будет равно соответственно n мин она будет равно собственно 2 в степени h ну то есть по сути 2 в степени и ну можно это дело вытащить это плюс 1 как просто умножить на 2 то есть мы находимся то есть если нам известно n то мы находимся 2 в степени h там умножить на 2 минус 1 да это максимально предельное значение там 2 в степени короче вопрос в том что количество операций надо брать его как бы сверху да то есть чуть чуть больше так как бы завысить лучше от n предположить что мы там с последней работы есть операция которая называется обратной операции к возведению в степени она называется логарифм то есть если вы помните если вы знаете как выглядит график 2 в степени на это легко понять как и выглядит график 2 в степени н вот м а здесь я буду рисовать график 2 в степени соответственно там где n равно 1 это 2 там где n равно 2 это уже 4 такая быстро быстро то есть там где n равно 3 это уже 8 то есть она вот вот так вот там где 4 там будет аж 16 то есть график который улетает вверх там где 0 там единичка для отрицательных я уже не буду рисовать меня не интересует ситуация да это быстро быстро растущая функция 2 в степени с параболой с кубической с четвертой степени вообще не сравнить на 2 в степени и прошу прощения ты не н это речь она растет быстро а здесь то фактически меня интересует не y а n если выкинуть вот эти вот некие оговорки до сказать что у меня собственно количество элементов она примерно равно на количество элементов то порядка 2 в степени h я сейчас вот именно так вот так прикидкой она она и будет порядка при чем близко вот так вот если я наоборот хочу выразить h от n то мне нужно что сделать отзеркалить этот график и получится функция которая будет выглядеть вести себя вот таким образом я делаю зеркало относительно y равны x да ну в смысле относительно вот этот фунт прямой до меня получается вот такая функция да и она очень очень медленно растущие то есть ответ такой высота дерева увеличивается совсем незначительно а элементов туда можно напихать дофига высота дерева ну давайте увеличим и сейчас она равна 3 давайте сделаем 6 на самом деле мне будет проще и считать еще раз что это 4 высота просто по количеству уровней они по ребрам ну допустим ладно 4 в 4 влезает 15 ну то есть 16 без единицы до 2 степени 4 давайте 8 уровней возьмем ну всего лишь в два раза медленнее будет до ставка 8 операции на вставку на а сколько элементов туда влезет 2 в степени 8 на самом деле даже нам 20 ну ладно 20 и 8 считаете да ну без единицы плевать 255 я скажу ну еще давайте это сделаем хорошо я соглашусь на еще парочку на всю льду давайте удлиним дерево всего лишь на два уровня на 2 операции дополнительных разрешим дополнительно 10 операций сравнения и свопа 2 в степени действия тоже 1024 понимаете да а если взять 20 сказать ну давайте ладно удвоим подождем время да на количество операции увеличим в два раза количество операции увеличим в два раза всего лишь 16 например да было 8 нам стало 16 да то от 8 это был 256 255 элементов до 16 будет 65 тысяч 530 565 тысяч всего лишь 16 операций 20 высота дерева да это получит что 2 в 20 но это как аналог меби байта да это получается порядка четырех ой четырех четырех не четырех порядка миллиона понятно 2 в 30 то есть 30 операций 30 свопов миллиард чисел миллиард чисел можно хранить упорядоченными правда это не будет как сказать странный порядок если смотреть на этот порядок если взглянуть на это как на массив то будет странновато выглядеть это странный паре странную упорядоченность но смысл в том что впихивание туда элемента происходит за вот это время у от и так вот называется эта функция вот такая да которая будет обратно говорит до порядка чего это их будет но я сейчас именно что прикидочная сейчас не буду писать равно потому что и а это н не целое там не является там правильным числом там н плюс один от него ладно короче примерно порядка математики называют функцию логарифм по основанию 2 и она встречается на самом деле много где я может быть ее уже произносил логарифм в основании 2 но я меняю местами сюда и н и тогда у меня будет функция асимптотики логарифм по основанию 2 ты ну порядка для наихудшего случая когда каждый раз приходит максимальное число ему приходится взбираться на и вот так ладно значит я поговорил с вами про вставку нового числа давайте к удалению а царь да пошел в свою пирамиду только уже за упокойную переплыл на западную сторону нилана все царь убыл на ну надо сказать что царь убыл это конечно прекрасно но я не имею права оставлять пустоту в массиве ну как пустота да у меня можно удалить реально удалить можно последний элемент понятно да вот его можно сделать поп-бэк а тут пустоты не может быть она должна быть немедленно заполнена реально должен содержимое вот этого элемента нет вопрос куда там тройка сейчас денется это отдельный момент но абсолютно точно надо убрать именно с конца по-любому именно именно с той точки зрения что мы на кучу на пирамиду смотрим двояко и как на массив и как на двоичное дерево значит что значит слушайте а как минимальное количество сейчас действий чтобы не организовать длинных перемещений в котором вся революция весь народ пришел в движение мне не надо все числа приводить в движение мне надо сделать так чтобы минимальным количеством драк было поставлено туда первое устранить пустоту с точки зрения заполненности массива и самый простой способ это взять вот этого вот слабочка да и закинуть его туда ну то есть взять поп-бэк из вектора да вот как из кучи как это просто вектор самого конца и и запихнуть на место царя горы и туда попадает заведомый слабачок заведомый слабачок попадает на самый верх чтоб что дальше очевидно его должны сожрать но дело в том дело в том что важно кто важно кто я должен поставить сюда то есть в этом таком треугольнике да двое подчиненных сейчас будут жрать своего начальника да но они должны набить морду друг другу они должны выяснить кто глава раньше это было неважно там стояла большое число там 23 что ли да уже его нет все его вытащили мы устраиваем между ними соревнования ну и естественно можно проверить а как там троечка там как она не больше ли она своих подчиненных да но вот сюда если если она не больше своих подчиненных если хотя бы один из этих подчиненных больше чем она то я беру среди них более сильного в данном случае это не семерка давайте снимем с нее красный берсерковский самый цвет на поставим ее в обычный сейчас у меня обычно является зелененький да и у меня что у меня 17 должно атаковать да потому что оно оказалось больше вот он да у меня участником сейчас соревнований и 17 выскакивает туда здесь поскольку они только что били друг другу морду он и так уже больше а раз он больше его то больше всех остальных то есть все это под дерево не требует пересортировок понятно то есть обошлось малой кровью да тройка спускается сюда но и здесь не найти ей мира здесь не найти ей покоя жила себе там где то может быть все было в порядке да но нет снова будут бить у нас она снова не царь по отношению к подчиненным да не князь они царь теперь не князь и среди тех которые рядом ее подчиненные да сейчас вот это 16 она выходит вверх и встает вот сюда я только что проверил что 16 больше 14 поэтому здесь это будет соблюдено свойства остается только тройку которая спустилась вот сюда тоже до упаковать да соответственно она опять это не царь не князь и даже не этот не чиновник никто да и мы опять выбираем кто больше и 11 идет как победитель вверх да она поднимается вверх а тройка спускается на самое дно да и там успокаивается понятно что в результате получилось первое действие когда тройка отсюда была брошена наверх это одно действие потому что конец массива мы знаем зная количество элементов в нем мы просто опыта спрашиваем как длина вектора вот она вот сразу на тебе присвоить его на место нулевого то есть это от единицы то есть это это конкретное одно действие два действия плюс какая-то константа это не существенно а с точки зрения количества вот этих вот сражений правда они немножко посложнее устроены но тем не менее это было раз спуск тройки сюда два спуск тройки сюда и три спуск тройки сюда и опять мы поигрались с той ситуации когда это реально было до самого донизу могло оказаться что в какой-то момент она уже вполне себе больше этих и дальше спуск бы не пошел могло повезти грубо говоря если бы справа было дерево атлантов а слева было бы дерево этих самых слабаков и тогда отсюда атлант который был самым слабым из атлантов его бросили царем да он конечно слабее вот этого да но нет как тогда так не получилось бы не получилось бы пожалуй ну короче иногда может получиться так да то есть здесь могли быть более то есть здесь мог быть большое здесь какое-то маленькое короче могла возникнуть ситуация что он остановился не на самом низу по сути вроде бы тройка переместилась буквально там на пару элементов вот сюда на три позиции с двенадцатой на девятую но на самом деле ее участие было важно ее участие вот в этой потасовке оно на самом деле было важно потому что в результате у меня вот эти вот элементы да они начали спуск на самом деле конечно можно было поступить иначе можно было в принципе попытаться просто сразу начать эти сражения да но тогда возникла бы пустота в самом низу да и мне все равно пришлось бы последний элемент запихнуть сюда а потом этот последний элемент он должен был попытаться там подняться я не мог бы игнорировать что то как сказать короче это было доставило дополнительные сложности проще сразу пихнуть ее наверх и дальше опускать ее вниз а там драки за ее позицию в результате количество действий на удаление максимума и утряхивание пирамиды на то чтобы сохранить ее внутреннюю структуру которая позволяет узнавать кто царь за от единицы это все равно выше в высоте пирамиды то есть логарифм примерно логарифм по основанию 2 от количества хранимых элементов понятно ну я наверное вставлю да честное взрослое написание на это называется логарифм по основанию 2 то скажет вот я вас это рассказывал рассказывал так не рассказал вот это в результате еще раз осмыслите да я на отказавшись от от сортированного массива как от структуры данных я немножко потерял да я немножко замедлил вот здесь но я очень сильно ускорил здесь я как это поделил поровну асимптотику да то есть она вот более но не то это не пополам это намного выгоднее чем пополам то что логарифм для больших чисел ну ну да он для миллиона это порядка 20 для миллиарда порядка 30 ну плевать это не так страшно 30 операций что такое 30 операций ни о чем по сравнению с миллиардом вот но такая вот штука последняя сложная вещь которую нужно пояснить а как вот я все время говорю это двойственный взгляд то это у меня массив то это у меня обычное дерево то массив то двоичное дерево а как я для конкретного элемента вот и беру какой-то конкретный могу сказать кто его потомки кто его дочерний смысл в том сейчас что мне нужно научиться по номеру элементов массива находить его номера дочерних элементов если вдруг эти номера больше либо равны вообще количество элементов ну значит просто у него нет дочерних элементов и так вот у меня есть родитель как найти номера его дочерних элементов допустим его номер его индекс это ай parent айди да соответственно как какой будет номер у его детей давайте попробуем индуктивно догадаться ноль у нуля да давайте вот я в примера конкретная да у нуля 12 замечательно непонятно у единички 3 4 это это индексы да у четверки 9 10 у пятерки были бы 11 12 что-то начинает до наклевываться я беру умножаю число на 2 до умножаю на 2 и прибавляю единичку 0 умножить на 2 плюс 1 до а 2 это 0 умножить на 2 плюс 2 3 это 1 умножить на 2 плюс 1 4 это 1 умножить на 2 плюс 2 то есть и можно проверить это 5 умножить на 2 плюс 1 это 1 чем больше будет числа тем легче будет это осознать вот эту логику да то есть и мы догадываемся что у этого элемента дочерние элементы при вот таком хранение в массиве до плотном дереве вот таком вот таком хранение у меня будет значение соответственно 2 умноженное на i плюс 1 2 умноженное на i плюс 2 вот это левый и правый кстати такое что правый есть а левого нет быть не может то есть у элемента может быть только левый а правого нету такой бы еще может встретиться вот но чаще это в большинстве ситуации уж либо два либо либо ноль на то есть либо уж она не самом нижнем уровне либо он где-то в середине так вот эта ситуация как только один лево она или так редко относительно вот давайте в обратную да то есть нам надо уметь для элемента когда там тройка спускалась у нас вниз то надо было находить индексы дочерних элементов на и потом дальнейшее движение должно было происходить в какую-то сторону либо туда либо туда да то есть вот в зависимости того кто из них больше кто из этих окажется больше на смысле элементов а от 2i плюс 1 ну или там пирамида понятно ладно называется кстати по-английски забыл сказать пирамида по-английски называется хип куча значит еще раз а теперь другая ситуация мы являемся дочерним элементом да у нас есть какой-то и если честно я даже не знаю какой да то есть я правый левый элемент мне нужен родитель да когда мы карабкаемся вверх когда я добавляю элемент и начинаю карабкаться вверх мне на самом деле неважно наличие другого на то есть я сейчас сброшу этого вот товарища вниз а сам встану на его место раз я его победил то этого я победил автомат как мне сказать вот этот вот идентификатор элемента который у меня находится вот здесь вот да надо было эти смайлики сюда притащить вот он я и ты да мне нужен мой родитель я так иерархические дерево сейчас так обозначать значит как мне сказать parent айди а можно на самом деле поступить очень просто сказать давайте обозначим вот это зака и и вычислим и относительно к то есть выразим и вот отсюда что у меня получится чему будет равен и он будет равен к минус 1 пополам да соответственно если я возвращаю ну я не знаю можно назвать его буковкой к и сказать вот что если это к тогда у меня вот этот элемент имеет индекс к минус 1 пополам да замечательно но дело в том что мне нужно чтобы эта формула работала и в том случае если к это вот это да опять же можно выразить и сказать что у меня тогда получается к минус 2 пополам до к минус 2 пополам возникает вопрос какая за эти как а как мне выразить да у меня есть округление округление это прекрасная штука есть целочисленное деление с отбрасыванием остатка вот вот его хотелось бы использовать но мне надо сделать так так чтобы для нечетных элементов для нечетных чисел да у меня вычиталась единичка и потом происходило деление пополам а для четных вычиталась двойка к сожалению если я буду вычитать остаток по модулю 2 то получится отбрасывать то получится как раз и иначе у меня 4 пополам будет отправляться к двойке а 3 пополам будет отправляться к единице то есть отбрасывание остатка не сработает не сработает знаете какую формулу я придумал как придумать формулу та которая будет учитывать и к минус 1 пополам для нечетных к и к минус 2 пополам для четных к мне нужно обязательно отбрасывать остаток и в случае четного числа в смысле отбрасывать двойку нечетного отбрасывать единицу в любом случае надо отбрасывать так давайте у к заберем единицу заберем единицу всегда после этого мы делим с отбрасыванием остатка я ради понятности напишу питоновским делением потому что в си плюс плюс деление целочисленное с отбрасыванием остатка оно пишется одной чертой и только по типам значений не видно меня интересует див целочисленное деление с отбрасыванием остаток я отбрасываю остаток тем самым например ну если к равнялась ну давайте что-нибудь большой восьмерке да 8 минус 1 это уже 7 7 пополам это что это трояк да с другой стороны 7 7 минус 1 это 6 пополам с отбрасыванием остатка но это трояк понятно то есть вот этот механизм с отбрасыванием остатка ну не просто к пополам да а вот к минус 1 пополам это ровно то что надо у меня как бы минус 1 значит получается как бы 2 и плюс 0 2 и плюс 1 ну оно уменьшится 2 и плюс 1 минус 1 значит и это и потом отбрасываем остаток но остаток 0 превращается в 0 а 1 в 0 да в результате короче он получается то есть вот он механизм вот его индекс да и это срабатывает и для правых левых и для правых элементов да с большим индексом понятно хотим найти детей их индексы 2 и плюс 1 и 2 и плюс 2 хотим найти родителя его индекс к минус 1 пополам с отбрасыванием остатка ясно все товарищи ну реализацию сегодня мы писать уже не будем вот ее надо написать реализацию этой пирамиды надо будет еще написать и запустить для сортировки потому что на самом деле будем честны пирамида нужна не только для сортировки в принципе можно придумать задачу где пирамида будет ну собственно иметь другой больше смысл потому что для сортировки существуют и другие всякие алгоритмы вот но для нас не изучающих пока не изучавших пока рекурсию именно пирамида могла бы дать быструю сортировку очень быстро асимптотику потому что по сути ну просто взяли все элементы которые есть запихали в пирамиду да для этого мне нужно конечно каждый элемент туда запихать да но товарищи но это делается за логариф по основанию 2 умножить на количеств элементов по условной это все равно n умноженное на логариф по основанию 2 от n а потом оттуда элементы у кого скидывались ну и соответственно ехать туда вынимаю и получается что делаю это n раз но каждое действие происходит за лагерь по словам не 2 ты получается ну n login это сортировка стан будет быстрой сортировкой ладно значит еще раз на сегодня мы решили две задачи первое мы разобрались с тем как принципиально происходит добавление элемента удаление элемента из кучи на царь всегда находится в индексе 0 в самом начале массива вот ну и как искать в массиве дочерние элементы дак каковы их индексы на этом пока на сегодня все теоретическое занятие